Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Найди, Господи, новые души, да примут Тебя, как Спасителя мира. Хвала Тебя, наш Господь! Слава Тебе, милосердный Создатель! Благодарим Тебя за милости Твои щедроты на сей день. Слава Тебе, Христе, Боже наш, за прошедшую ночь! Благослови и помилуй! Спаси этих людей от скуки смертной! Откроем истину Твою, Христе, Боже наш! Дьявол раздел людей на блудодеяние готовя! Люди не знают Тебя, Господи! Различную скверну творят здесь! Прелюбодеи, Содомиты, сквернословы! Все они будут гореть в огне вечном, бесконечном! Они не знают, что ждет их, и полагают удовольствие во вседневной роскоши! Господи, пощади, откроем истину Твою! Ибо так возрубил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную! Аллилуйя! Хвала Тебе, наш Господь! Напрасно вскрывайся, человек! Перед Богом все открыто! Каждое движение и начало мысли и конец ее! Приближается суд Божий! С чем мы предстанем, если люди не познают Тебя? Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную! А неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем! Аллилуйя! Прости нас, Господи, и благослови! Открой истину Твою! Сатана раздел людей готовит на блудодеяния, на всякую скверну! Люди потеряли совесть! Господи, откроем это! Облеки их в одежде, как некогда Адам в раю! Не имел одеяния, но Господь одел его! Люди собрались в это место, чтобы творить безумие, беззаконие! Они не знают ничего! А что знают, как бессловесное животное, тем растлевают себя! Слава Тебе, Господи! Ты послал нас в это место тьмы и мрака, заблуждений и злобы! Найди эти души! Ты сказал, нездоровые, а больные имеют нужду во враче! Ты, Господь, ты врач! Мы свидетельствуем о Тебе, что Ты, Иисус, умер за наши грехи по Писанию! И человек, не принявший Христа, он не знает, для чего живет, и полагает удовольствие во вседневной роскоши, блудодеяния, сквернословия, табакокурения и наркомании! Освободи их от этих пороков! Близко пришествие Твое, Господи! Помилуй эти несытые утробы! Непрерывно они едят и пьют, не прославляя Тебя, ибо Ты все это подаешь! Отче наш сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе! Хлеб наш насущий, подавай нам на каждый день! И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим! И не веди нас во искушение, но избавь нас от мукавого! Ибо Твоё есть Царство, Сила и Слава во веки Аминь! Твой Животворящий Крест напоминает о Твоих страданиях! Ты умер за каждого человека и ждешь его покаяния! Ибо Слово Твое гласит, что верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную, а неверующий не увидит, его ждет гиенский огонь! Страх, вопль и скрежет зубовные бесконечные веки вместе с сатаной! Дай им покаяние, приведи их к познанию истины! Хвала Тебя, наш Спаситель! Слава Тебе, велосердный Господь и Бог наш! Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Господи, как умножились враги мои! Многие восстают на меня! Многие говорят душе моей, нет ему спасения в Боге! Но Ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и Ты возносишь голову мою! Глазом моим взываю к Господу, и Он слышит меня со святой горы своей! Ложусь, я сплю и встаю, ибо Господь защищает меня! Не убоюсь тем народа, которые со всех сторон ополчились на меня! Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой! Ибо Ты поражаешь вланиту всех врагов моих, сокрушаешь зубы нечестивых! А от Господа спасение! Над народом Твоим благословение Твое! Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Близко пришествие Твое! И все события в мире свидетельствуют об этом! Какое страшное бедствие надвигается на мир! Когда третий час человечества будет сожжено! А далее суть Божий! Неподкупный! И перед Господом Богом предстанут все, воскреснув из мертвых! И это называется страшный суд! Всем нам надлежит предстать предсудилище Христово, дабы получить соответственно тому, что делал человек, живя к теле, доброе или худое! Аллилуйя! Благодарим Тебя, наш Господь! Великие и дивные дела Твои, Господи! Слава Тебе за свет нового дня, которого никогда еще не было во Вселенной! И мы не знаем, что ожидает! Только Ты, Господь! Ты радость и утешение! Ты спасение рода человеческого! Хвала Тебе, Господи! Слава Тебе! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! И ныне и присной во веки веков! Аминь! Господи! Ты повелел нам, мы приняли это, сойти в это место тьмы и мрака, заблуждений, прелюбодеяния и ненависти, чтобы людям рассказать о Тебе, о любви Твоей, скором Твоем пришествии, о великом бедствии, грядущем на всю Вселенную, когда третий час человечества сгорит в пламенеющем гневе Твоем! Помилуй нас, Господи, помилуй! Святая Библия открывает нам, как будут развиваться эти события! Будет один царь над всей землею, и столицей мира будет Иерусалим, и будет царствовать этот царь сорок два месяца или три с половиной года! Это антихрист! И затем Ты придешь, Господи, судить этот мир! Слава Тебе за избрание! И найди новые души здесь, в этой тьме и мраке, где собрались люди для прелюбодеяния, а не для славы Твоей! Разруши замысл их! Привлеки их любовью Своей! Господи, пошли добрых благовестников к христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и всем возвести о любви Твоей! Это Твой народ! Ты сотворил его! Не остави! Сколько заблуждений насеял дьявол, что можно спастись без Тебя! И это ложь! Нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись! Кроме ними Твоего, Господь Христос, умерший за нас! Ты понес время наше, чтобы мы, веруя в Тебя, в заместительную жертву Твою, получили спасение! А неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем! Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Ты позволил нам провести в тишине и мире эту ночь! И что не по воле Твоей было сказано! Слава Тебе! Благодарю и за прошедший день! Какие удивительные встречи Ты устроил! Мы еще раз убедились, как много у Тебя добрых людей, Господи! Они как светильники сияют в темном месте! Слава! Аллилуйя! Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную! Ибо не послал Бог Сына Своего судить мир, но чтобы мир спасен был через Него! Ибо всякий, делающий добро, идет к свету, дабы явно были дела Его, а делающий злое не идет к свету! Ибо дела Его злые обличают Его, и Он пытается скрыться, но от Господа Бога не сокрыты были дни Мои, когда ни одного дня не было! Ты видел в зачатке жизнь Мою до последнего вздоха и дня! Ты, Всеведущий, Премудрый! Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Хвала Тебя, милосердный Создатель, Господь и Бог наш, Единый и Вечный, любящий Создание Свое! И послал на землю Сына Своего, Иисуса Христа, чтобы Он взял наше бремя и умер за нас на кресте Голговском! Аллилуйя! Помилуй нас, Господи, помилуй нас! На Тебя бы уповает душа моя! Четвертый Псалом! Когда я взываю, услышь меня, Боже, правды моей! В тесноте додавал мне простор! Помилуй меня и услышь молитву мою! Сыны мужей! Да коли слава моя будет поругание! Да коли будете любить суету и искать лжи! Знайте, что Господь отделил для Себя Святого Своего! Господь слышит, когда я призываю Его! Гневаясь, не согрешайте! Размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших и утишитесь! Аллилуйя! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе! Утомлен я воздыханиями моими! Каждую ночь омываю ложа мою! Слезами моими омочаю постель мою! И сохло от печали око мое! Обветшало от всех врагов моих! Удалитесь от меня все делающие беззаконие! Ибо услышал Господь голос плаща моего! Услышал Господь моление мое! Господь примет молитву мою! Да будут постыжены и жестоко поражены все враги мои! Да возвратятся и постыдятся мгновенно! Аллилуйя! Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое! Да придет Царствие Твое! Да будет воля Твоя и на земле, как на небе! Хлеб наш, насущий, подавай нам на каждый день! И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим! И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого! Ибо Твое есть царство, сила и слава во веки! Аминь! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Слава Тебе, Счастье, Поклонение, Слава и Благодарение! Аллилуйя! У вас вопросы какие-то есть? Я думал, вы за ружьем пошли! Что говорите? Не понял! Потихоньку, еще повторите! Я говорю, я думал, вы за ружьем пошли! Да нет! Я пошел... Нет, после таких слов... Прям что думал, сейчас снимите здесь... Ну, у нас еще ночь, это город Барнаул! Я затопил печку, и чайник стоит, я скорее убрал, он кипит там! А-а-а! Да! У вас, может, есть какие-то духовные вопросы о спасении души? А чего их спасать-то? Вот человек, когда в плену находится, то он о чем думает? О свободе! Зачем спасаться? Он любую возможность использует! Так и человек! Он вещен! Он невременный! И раз он вещен, у него есть душа! А душа, после общего суда, или будет Господом в Царстве Небесном, или брошено в озеро Огненное, другого-то пути нету! А зачем? Это сегодня наше бахвальство! А потом будут люди кровавыми слезами плакать! Почему нас за волосы не тащили к спасению? Вот это щад, рулетка, это место блудилища, это Содом и Гаморра! Тут 80%... Я что же здесь делаю? 80% тут мусульмане! Это главные походливые жеребцы! Половина раздетые! Мужчины, женщины показывают, как совокупляются, показывают половые органы! Что тут непонятно-то? Люди сбились, хуже животных стали! И нам Господь просто повелел идти сюда и рассказать людям, что их ожидает! И все время все, как зайдешь, и пьют, и едят, и пьют, и едят! То есть ничего нету, кроме утробы! Написано, они ничего не знают! А что по природе знают, как бессловесные животные, тем расплевают себя! Это мы узнаем из нашей священной книги, которая называется «Святая Библия». Вот она! И у людей даже дома Библии нету! Они ничего вообще не знают! Главное, цель жизни какая! Я вот был в армии, увидел фильм «Отверженное» Виктора Гюго. И он там говорит, главный герой, там Жан Вальжан, Жан Габен играет, «Разве не было иной цели спасти не жизнь свою, но душу?» Вот это пронзило меня! И уже после армии, работая во плоти, я сошел на берег, и впервые мне в руки попала Евангелие. Я склонился 56 лет назад, и жизнь моя настолько изменилась, что, встав с молитвой, первый раз я своими словами помолился. Я смотрю на себя, это другой человек. То, что я до этого делал, учился, все время тренировался, это мне не на первое место вышло. И первому человеку, когда я вернулся на корабль, я сказал, живем неправильно. Жить надо для Бога, и тогда все по-другому в нашей жизни будет. Мне после этого пришлось пять тюрем пройти за Слово Божие. Меня пытали, выворачивали руки, что только не делали. А мне 80 лет, и я славлю Бога, ни разу не пожалел, что встал на этот путь. Где принимают? У Бога много людей добрых. А я не признаю. А чего не признаешь? В поганой жизни... Нет, подожди, подождите. Где принимают к вам? Что принимают? Ну, в монахи, в... Как это? Да причем монахи, это я простой человек. Мне не давали работать, я работал пищником 40 лет. Самостоятельно мы строим деревню православную. И деревня разрушена была. Я милостью Божией основал лагерь детский. И без помощи государство ни рубля не дали. 45 лет был начальником, тысячи детей подняли. Кого принимать? Я принимаю, они меня принимают. А я был где-нибудь, все принимают. Вот, Господь позволил мне издать книги. 38 томов в печатной версии. Это 752 страницы книги. Ну, допустим, я к вам послушайте, захочу записаться. Куда мне приехать? Никуда не надо приехать. Вы зайдите на наш YouTube. Называется «Восвитие Библии». Запишите. Там у нас 14 тысяч роликов. Как мы проехали с миссией от Владивостока до Лиссабона. Я... 650 городов посетили. А зачем мне это смотреть, если я хочу быть с вами? Ну, вот как раз это наши ролики. Это не чужие, наши. Вы все это увидите, а потом решите, надо ли быть или нет. Вы не успели сказать. Я то есть говорю, вы сразу отметаете. Вы даже мысли-то не даете созреть. Вы сами подумайте. Там у нас сайт «Восвитие Библии». Там 50 книг мной насчитанных. Вам это будет настолько интересно. Это прекрасно, что у вас много книг. Вот. Даша, форум наш, 1600 тем. Ну, я говорю вам. Вот, допустим. Вот хочу к вам в ученики податься. Вот. Я еще раз говорю. Вы там увидите все. Я приеду там. Да не приедете. Вы сначала зайдете в YouTube. Я не приеду. Не надо денег. И деньги возьмите. Какие-то что-то с вами удобства я построил там. Ну, вы сначала зайдите, посмотрите. Там написано, какие условия. Есть они у вас или нет эти качества. А вы мне сейчас так не можете сказать, да? Не любое. А что ты будешь делать? Там все верующие. Каждое воскресенье у нас в службе богослужения идет. Вам зачем это, если вы не верующие-то? Зачем это вам нужно? У нас качество. Качество. Первое качество. Чтобы вы должны доказать, что вы никогда не сжете. Не пьете. Не курите. Не материтесь. Не воруете. Пять качеств. Тогда первый разговор ведем. Есть у вас или нет? Я отсылаю вас к оригиналу. Как у нас занятия идут? Вы? А не надо. Я хочу. А, вы как эти? Битвы экстрасенсов. Я понял. Я с этого им призываю, чтобы понял. Я ж возника. Ну, это все понятно. Да. Вам главное деньги. Я понял. Какие деньги, когда мы отдаем аниме? Это первичные деньги. Ты понимаешь? Вы все по-своему сталкуете. Это у меня пенсия... Я понимаю. Нет. Я вот... Ну, нету у меня ничего. Ну да, я пью куриную. Мне так жизнь заставило. Вы сейчас можете без друга не говорить? Можете? Без... Без... Без друга... Без друга не... Без друга не можете говорить. Без друга не можете говорить. Ни одного слова барана чтобы сейчас не говорить. Мы с вами беседами чтобы из вас не вылетали матерки вы можете? Я же ничего не сказал. Я и говорю, не говорите ни одного слова, потому что то, что мы говорим, будет выставлено в интернете, и вам будет стыдно потом. Говорите, пожалуйста. У нас идет запись, запись идет, и вы можете это все увидеть. Я вас отсылаю к Ютубу, вы намертво отмели. Господи Боже наш, слава Тебе. Великие длинные дела Твои, Господи. Хвала Тебе. Великие длинные дела.